Аппаратное совещание начали с отчета по визиту ульяновской делегации в Челябинск. В начале недели члены регионального правительства и представители бизнеса побывали на заводе «Урал» в городе Миаси, а также на других предприятиях. В состав делегации вошли представители 20 крупных и средних высокотехнологичных компаний нашего региона. Для наших промышленных предприятий эта поездка – отличный способ загрузить свои мощности новыми заказами от отечественных партнеров. Мы продемонстрировали возможность нашего региона, изучили потенциал челябинских производителей и обсудили варианты сатуничества. В Ульяновской области региональный Минздрав совместно с Центром здоровья реализует проект «Выездная поликлиника». Благодаря ему медицинская помощь становится доступной для всех, кто живет в селах и отдаленных деревнях. За год врачи осмотрели более 6,5 тысяч человек. 30% из них направили на госпитализацию. За текущий год мы осуществили 22 выезда уже. Это практически охватили все муниципальные образования. Выезды происходят два раза в месяц. В состав выездных бригад входят областные специалисты по специальностям кардиологии, неврологии, онкологии и другим специальностям в зависимости от потребности конкретного муниципального образования. В Ульяновской области проходит благотворительная акция «Подарим детям праздник». Более 37 тысяч детей получат сладкие новогодние подарки. Новогодними сюрпризами порадуют детей, участников СВО, сирот, ребят из многодетных и малообеспеченных семей. За счет средств областного бюджета мы планируем закупить около 18 тысяч подарков. Остальные подарки мы распределяем среди спонсоров, среди благотворителей. Также участвует муниципальное образование, наши постоянные партнеры. 19 декабря стартует ежегодная «Елка желаний». Члены правительства снимут с елки шарики с детскими новогодними желаниями и исполнят их к Новому году. От планирования праздников перешли к образованию. В Ульяновской области успешно реализуется проект «Профессионалитет». Программа помогает работодателям и сотрудникам найти друг друга, сокращает срок обучения, помогает и рабочим, и специалистам повысить квалификацию. В рамках проекта создается образовательно-производственный центр, по-другому его называют «Кластер». Это форма тесного взаимодействия колледжей с предприятиями реального сектора экономики нашего региона. В Ульяновской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В 2024 году продолжится оснащение учреждений культуры современным оборудованием. Будут отремонтированы и оборудованы три музея, три детские школы искусств и одно среднее профессиональное училище, Ульяновский колледж культуры и искусства и другие организации. Продолжится модернизация драматического театра имени Гончарова, будут заменены зрительные кресла в зале. И также будет создан виртуальный концертный зал в душе номер два города Ульяновска. В связи с этим глав администрации города Ульяновска, Димитровграда, Меликесского, Сингелеевского, Чердаклинского, Ульяновского районов прошу взять на контроль. Первое. Подготовку технической документации для закупки оборудования. На заседании обсудили безопасность ульяновских школ. После трагедии в Брянске у нас провели совещание с директорами всех школ региона. Проверили тревожные кнопки, лицензии чопов, алгоритмы работы персонала в сложных ситуациях. Также пришла новость с фронта. Раненый на спецоперации ульяновец прополз 9 километров и выжил. Чтобы спасти свою жизнь после боя с ВСУ, боец из Ульяновской области ел снег. Губернатор Алексей Русских рассказал о мужестве и силе духа нашего земляка. После лечения в госпитале его представят к заслуженной награде.